ну а теперь плотва плотва вот где ты иконская масть для больных суставов дикстра ох уж это ведьмачье чутье ничего от вас не скроешь да я тебя тоже ты когда-нибудь от меня отцепишься когда-нибудь когда ты станешь мне не нужен что такое опять дикстра что-то затеял на этот раз как ты думаешь сколько чародеев мы спасли всего не знаю не считал около 30 а сколько их осталось на севере сколько алхимиков травников целителей 2003 что проводишь перепись не меня это печалит в новиграде были мы но кто спасет чародеев в римбе в банарде арткарайге кулете ты же знаешь что родовид не успокоиться пока не перебьет их всех всех до единого включая я не феррит рис трогательная речь а теперь к делу зачем ты мне об этом говоришь за тем чтобы ты помог мне убить родовида тебя так волнует судьба чародеев хочешь убедить меня в том что тебя очень волнует судьба чародеев да волнует но разумеется не потому что у меня чуткое сердце для меня эти преследования симптом более серьезной беды ряда ней правит сумасшедший я служил отцу родовида визимиру 20 лет возглавлял тайную службу вместе мы превратили ряданию самое могущественное королевство севера знаешь в сила думаю в армии глупый ответ созвать ополчение выстроить селян с косами для этого много ума не надо гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей производством надежными союзниками современной наукой и честными и независимыми судами нам связи миром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать пока этот мудак все просрет родовид свирепый скорее уж безмозглый ты поможешь мне геральт я не убиваю королей а тут убивал королей сдох во второй части у меня сори королей чтобы там не говорили знаю я прошу тебя только помочь организовать покушение удар нанесет кто-то другой дикстра может об этом не знаешь но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет так что говно это все удобная отговорка за которой вы прячетесь когда становится горячо сейчас стало очень горячо костры пылают в каждом городе для чародеев и для твоих подружек тоже для нелюдей а скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят будь уверен тебе нравится такой север молчишь понимаю убить короля это тебе не заказ на накера подумай над моими словами а если поймешь что хочешь изменить ход истории вместо того чтобы плыть по течению приходи в пассифлору на чердак я буду ждать там и не один я подумаю прощай геральт я давно хотел убить этого ублюдка он мне не нравится а починиться бы девушке нахожусь какое задницу смертельный заговор платье задание уровень 11 я короче уже все просрал возможные это тоже просрал смотрите полная здесь квесты идея вообще давайте может быть поскачем сюда пешкодралом хотя тут ничего нету я уже все исследовал здесь так что смысла даже нету париться за это дело надо починиться надеюсь меня перемотают сейчас к дню чтобы я мог починиться наконец-то можно еще и за снаряжением кота сбегать теперь второго я никогда на скеллиги не уедут а мне-то цири уже гниет наверное бабушкой стала я я такой знаете захожу такое ну чё цири я искал тебя по пути я трахал двух баб одну убил вторая куда-то сгасилась третью нахер мне не нужна хотя первый и знал убил короля потом крыль короче говоря меня забили много утопцев перед этим я завалил грифона нет два утопца завочили меня если много чтобы ты не думал то что твой как бы папка кривожопый кретин прости меня цири вернись ко мне сволочь ты такая что я тебе все так марку стихо кодсон что вау не нужна я зря побежал сразу к нему достаточно геральта из ривии в чем дело пару лет назад один тип заплатил мне чтобы я сохранил для тебя книжку сказал что ты когда-нибудь за ней придешь серьезно был он не представился но у книжки красная обложка это я помню я точно не хорошо я поищу может тогда и остальное посмотришь а с удовольствием чё у него есть сиком их голем надо как их убивать и так далее мил наездник некрономик он кей и крыбу в красной ложке используя уже вижу все приключения мюриэль прекрасно мерзавки потешными гравюрами снабженную силу и приключения мюриэль прекрасный мюрзавки потешными гравюрами снабженную да она случилось как то что мюриэль отправилась сам друг с няней путешествие к тетке в море борт дорога им выпала через пущу а в те времена леса были полны негодяев особенно дурной славой пользовалась банда флина шельмы с которой никак не могли справиться люди короля по боли злого рока разбойники напали на карету мюриэль няня была старая слепая и глухая и ее не разбудил ни грохот упавшего на тракт дерева ни шум схватки разбойника солдатами когда же сам флинн распахнул двери кареты своими мускулистыми руками мюриэль поняла что может рассчитывать только на саму себя только будьте вежлива милочка проморботала сквозь сон старая няня но ее по желанию не суждено было сбыться это не так не книжный магазин работающий ночью просто мечта книжного червя изучение чирьев пережиганием что чирьев пережиганием научные студии вау жизнь яхт ой манифест должно быть она внутри какое-то письмо ведьмак в океане возможности существуют события менее правдоподобные и более правдоподобные нелегко уловить первые даже если пронизать пронизать разумом время и пространство я оставляю для тебя это письмо в надежде что все таки ты наткнешься на него но должен тебя предостеречь рот людской в опасности гибель от белого холода это не бред безумной эльфской пророчицы быть может я сумею убедить тебя в этом лично если же нет полагаясь на это письмо который ты прощешь спустя годы знаю много больше чем в то время когда мы встретились знаю что для мира нет иного спасения как только приготовить весь рот людской гибели старые предания гласят будто дитя старшей крови может одолеть опасность но я пытался и не сумел с того времени и следует за мной страшное видение морока в коронь в короне призрак моего поражения я был избран но избранный не оправдал надежд вся надежда в тебе и своем братстве когда придет час волчьи пурги люди умрут останутся уже только сверх люди твоя обязанность дать этому миру сверх людей что ты бы мне не думал нет не подведи наш мир как я подвел что это что за а я без понятия что это не на что-то с книгой связанная я даже не понял давайте посмотрим может здесь есть объяснение мир отыскал книгу а в ней письмо от кого-то своего старознакомого хотя ведьмак не подал виду его немного заволновали воспоминания о давних временах я до сих пор не знаю кем и был его старый знакомый и о чем он писал и очень жаль ибо судя по всему мы решились очень интересной истории ладно где кузнец мать его окей подождем до шести утра может появится да вы я перебил парочку ваших людей до 7 буду теперь следить зак надоело ночью бегать серьезно мичи высший сорт на и показы мне товары нет не показать об чинить кстати воска нет и 29 левел еще нужен но все равно я правда им не пользуюсь но ладно так починить это тоже починить да давайте починим лазурный гнев пробитие доспеха 95 не знаю зачем я это чиню это не будем чинить так и надо бы продать ему все лишнее так это ставим продадим продадим тем более продадим надо бы все эти камни вставить наверно да интересно а вот только все эти камни вставлять то они потом уходят то куда нет так я продам это нахер не сдалось так это точно не нужно да на некий реликт дополнительное золото дополнительные травы стоит одинаково насрать так встанем будь здоров интересно если слот поставить то как бы это встанется нет дело давайте в стальное вставим что нибудь мощь знаков наслаждение или не надо пробитие доспеха вызвать горение вызвать оглушение обычный предмет а я не знаю давайте поставим если что из плечом это что я сделал сейчас Я снял его, да? Я просто снял его, да? Я же него... Я его бросил только что. Змеи, грифона. Лол. Это хорошо, что он не исчезает никуда. Я бы сейчас так обосрался. Где он? Погнали. Так, что у нас дальше? Ну, давайте основной квест уже продолжим. Так. Что там? Какая предпосылка-то? Как вы помните, Геральт узнал, что Цири добралась до Новиграда. Там встретила меня и Дуду, и что все трое угодили в серьезные неприятности. Последним человеком, который видел Цири, был я, но я пропал бесследно. Геральт справедливо предположил, что проще будет отыскать Дуду. Поэтому Ведьмак направился к единственному человеку, который мог помочь ему в поисках Доблия, к пресс-цили. Окей. Ага, я, конечно же, вот так пойду, игра, да-да-да. Да, конечно же, когда можно вот так пройти. Что ты меня ведешь по каким-то пикулям, а? Так, нет, подожди. Нет, ты все равно мне какую-то жопу привела. Он меня пугает. А что, выступление-то у вас закончили? А, вон, люди родились на сцене прямо. О, там выступление было. Как сделать из одного человека десять? Да пошел ты в жопу, понял? Вот, смотри, вы сидите, сударыня. Я знаю, как спасти Лютика, но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Аксенфорт. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал. А на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Надо Дуду достать. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть, он любит бывать в театре? Да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лисе. Если актеры готовы помочь... Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирена и ее труппы очень ему обязаны. Окей. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет-пьесу сообщение для Дуду, возможно, мы выманем его из укрытия. Замысел неплох. Только парой стров тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представление, которое знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего. Хорошее название. Зашибись. В общем, мы можем весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Обалдеть. Не знаю, горжусь ли я в драматурге. Не знаю, горжусь ли я в драматурге. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Обосраться. Нужно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное. Передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование. А значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Че? Не до конца? Не волне. Походу, сообразишь. Сейчас нет времени все объяснять. Че, сетись, банан? Нужна современная увлекательная история. Может, о повестких кондотьерах? Вообще капец. Знаю. Лоренцо Молло. Прекрасный, но безжалостный разбойник. И Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака, который в свою очередь готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Хм, как тебе? Давай чуть-чуть еще. Может, подумаем еще? Это как-то слишком... Слишком современно? Верно. Погоди, дай подумать. Есть. Я знаю. Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь. Но... И все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Поветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты вообще дашь мне что-нибудь сказать? Ты мне дашь вставить слово? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа. Мы обмениваемся мнениями, из которых потом выбираем лучшее. То есть твое. Ну... Конца концов, я лучше разбираюсь в театре. Действительно. Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие в творческом процессе. Лютик тебе потом объяснит. Окей. Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Да-да-да. Сейчас, знаете, абсолютно другое. Избавление Доплера. Название выберет. Заменник, спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Избавление Доплера. Пусть будет избавление Доплера. Так, короче, а значит, проще запомнить. Есть только одна проблема. В истории о поверьте и заколдованном еже нет Доплеров. Да, надо добавить. Заменим ежа на Доплера и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера. Ясно? Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Комедия. Пусть будет комедия. Хорошо. В таком случае я берусь за работу. А ты мне не сядь где-нибудь в угол. Сядь где-нибудь там, не отвечай. Пусть будет там, подумай, ладно? Хорошо. Эй, Геральт. Какая ритма к слову ведьмака? Окорока? Молчи дальше. Нормально. Посидел, подумал. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но... Но времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты встаешь в текст что-нибудь вроде Приходи в зимородок или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же нахарей дай с ноги. Специально для того, чтобы выйти на связь с Дудой. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Эрена. Знаешь, где ее искать? Ее труппа выступает в переулке мясников. Потом присоединяйся к нам. Бывай. Вау. Обалдеть. Вот это задание было. Ультра хард. Так, подождите, сори. Мне нужно по вам пройтись. Факт. Я нажимал, пробил при падении, ну ладно. Это у меня с Мира Сэши получалось. Ты еще что за... Ты еще что за херня? Ты уверен, что ты мальчик, а не гном? Который хочет быть мальчиком? Интересно, а как гном и мальчики? Еще один близнец мальчик. Слушайте, мне страшно. Сейчас один подпишет мне по яйцам, даст и берет все деньги. Куда пошел? Билет купи. Там культура, а не что вы каждый хамп. Эй, слышь, заткнись, звали. Бесплатно мне дай. Ну да. Только для входа нужен билет. Представление пока не началось. Актеры просто так что-то там повторяй. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билет? Бесплатно. Давай пропускай. Представление нет. Но билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Серьезно, мне надо деньги отдавать за это? Окей, давай. Да, давай. Один. Держи. Только не мозолим глаза. На этих репетициях актеры жутко стесняются. Репетиции? Вау. Мне заплатить деньги, чтобы пройти внутрь надо было. Или можно было с другой стороны обойти? Скорее всего. Мадам Эрент, мы можем поговорить? Геральт из Риви. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика трабл. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезный. Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов Вечного Огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Надо поставить пьесу. Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил. А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышала представление? То есть нужна совершенно новая пьеса. И кто ее напишет? Присцилла. Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей и о какой-нибудь... Я поджопу их сюда пригоню. Ты займешься этим? Охрана нужна, ты уверена, нет? Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. А чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тисаки и кирпичи. Ну хорошо, вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Окей. Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы Апьеси услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может они отошли от дел? Я все узнаю. Квест называется «Мальчик на побегушках». Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. Вау. Просто зашибись. Вот не заняться больше, чем... О, 6 часов уже дня. Вечер, то есть факт. Я только что облажал, сказал не вечера дня, или наоборот, не дня, а вечера. О, Этсо, привет. Этсо вселился. Окей. Вселился в Геральта. Ну капец просто. Сейчас еще будет. Эти парни ничего не попросят. Эти попросят вместо денег. А, на белье хотел посушить, а? Ты иди мост свой высуши. Прогноз погоды, знаешь, что такое? Подходишь, чуваку, он тебе говорит. Какая погода будет. Если не правда, то ты не даешь им в нос. Вот, слушайте, всегда бы так можно было бы. Чего вы, парни, такие голые? Такие клевые, капец, прям секси. Я прям взял бы и вас потискал бы. Всех за все. Охереть. Всего было 200 метров, а я бегу так, как будто всю карту пробежал уже. Вау, тут было... Слушайте, я еще какую-то отметку не нашел. Обалдеть. Молнии, конечно, потрясающе. В сталкере были квутти. С тобой поговорить? Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел, силы имеется, или сгап? Ведьмак против бестии из Метины. Инстинкт-убийцы против первобытного безумия. Я бы считаю, ради охраны так пришел вас на меня. Хочу на них вас в экран. Мы ставим театральное представление. Вы должны херачиться на сцене. Вы должны следить, чтобы никто не нахерачил свою сцену. Хех, это ты не по адресу. Нам бы где подраться. А если я выйду бороться и выиграю? Может, побьемся об заклад? Если я одолею Галла, вы пойдете работать на меня. Задаром. Видишь ли, Галл не в восторге от театра. Сердечные дела. Опустим детали. Чтобы его убедить, надо что-то разэтакое. Будешь драться с нами двумя одновременно. Поединок столетий. Ведьмак против двухглавого дракона из Метины. А если проиграешь? Да, конечно, проиграешь. Тогда заплатишь вдвойне, но мы будем на тебя работать. Окей, побьемся. Я могу помериться силой с вами двумя сразу. Сначала деньги. Проиграешь, они останутся у меня. Давай. Давай новую ставку. Как ты и говорил. Если выиграю, она возвращается ко мне. Галл! Заканчивай! У нас тут кое-что особое! Окей. Охереть, вы видели? Вдвоем они вместе нападают. Вот, и чем никак отходить. Обосраться. Обосраться. Минус один. Покончим секунды. И че это? Ох, капец. Это было ужасно. Да, да. Огрести таких прекрасных звездилей, это ведь не часто бывает, а, Галл? А не мел. Но пора же видно, что ему понравилось. Ха-ха, пора же видно. Можем пойти и похоронять, что там тебе надо. Даром. Да, Галл? Бери назад свои деньги. И не боись. Мы придем вовремя. И сделаем все в лучшем мире. Капец, это было больно. Но он удрал им Харри. Окей. Здесь че-то прям, это самое, аж, аж встрепенулся немножко. Знаете, тут че-то как-то... Блин, и здесь нету ни одного... Окей. Повсюду нету ничего. Вот посередине прям, посередине всех возможных телепортов они стоят. Блин, я встрепенулся че-то как-то, как-то весь процесс, знаете, такой вот был. Такой вот... Ну, плавный, да. Бьешь, 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 бьешь людей. Тут хопа, сразу до меня сажаться. Окей. Уже 9 часов вечера. Найс. Будем представление играть 12, ведь это так логично. Что за херня? Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Грамоту? Грамоту. Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград не войти, не выйти. Я только что был в Новиграде. Зачем вы закрываете город? Зачем вы закрыли город? Чтоб его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то, как началась война, все сползлись в Новиград. Переловим их всех до единого. И спали им на одном костре, как скотину с ящером. Нету грамоты. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше хода нет. Следующий. Постой. Как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвования в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти. Вот его документы. Что? А откуда? Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. Найс. Отлично. Круто. Сиги Ройвин крут. Я уже его обожаю. Ох уж это. Логика игры. Устраиваем представление. В час-ночь. Люди придут. Кто-то на столе стоит. Какого хера? А, он точно по идее должен стоять там, ладно. Красивая мелодия. Только ужасно грустная. Значит, она передает мое настроение. Чего ты здесь ищешь? Туда попал. Я ищу Каир. Это вы? Нечем нам платить. Оставь нас в покое. Это какая-то ошибка. Простите. Я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег. Я дам в работу вам. Не нужно мне от вас никаких денег. Наоборот, я сам готов заплатить. Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу Мадам Ирен. Ох, боюсь, это невозможно. С тех пор, как мы стали петь балладу о жреце Хемельфарте, у которого на уме только шлюхи и жратва, к нам прицепилась банда Толстого. Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви. Теперь полно таких. Они угрожали Нисси. Говорили, что отрежут ее острые уши. Не дают нам выступать. Прогоняют зевак, ломают инструменты. А последнее время постоянно карауляют у нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Сейчас все будет. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отважу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко. С ними не сговоришься. Я и не собирался с ними разговаривать. А что с ними говорить еще, что ли? Вот, с людьми можно говорить? Что? Эй, парни. Такое дело. Вам надо свалить отсюда нахер. А, вот и вы. Эй, Толстый, глянь-ка. Сдается мне у него кошачьи глаза. Ну точно. Видать, мать его, коты на крыше драли. Вот это обидно было. Ее сразу про мамку-то как школьника. Оставьте музыкантов в покое. Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта. Бабником его обозвали. Да я скорее в священный огонь носу. Пусть только спустится. Поэты недотраханные. Я им эти флейты в жопу засуну. Погохульником. А уж тогда, что не пернут, сразу новая мелодия. А-а-а-а. О, окей. Аксируйте музыкантов в покое. Да. Оставим. В покое. Что за хрень? Черная магия. Колдун ебучий. Ох, один. Окей. Бей их. Ты понимаешь, что эту магию могу использовать против аз, да? Окей. Лол. Эм. Так там еще один остался. Дал ты им прикурить. Здорово. Раз, два. Через спину и по башке. Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо. Большое, большое спасибо. Да что ты. Не за что. Ну как же. Я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирэн, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так. Быстро собираемся и на улицу. До встречи. До свидания. Все, можно начинать. Да, ну, в 11 еще нормально. В 11 еще нормально. Знаете, такое... Знаете, такое вечернее выступление. Вот, вот. Будет все по логике. Так, как и свинюшка еще... Свинюшку зарезать вообще классно будет. Потому что они надоели мне. Они меня отвлекают. Мне бы еще побриться, наверное. Да, надо. А то сейчас как борода отросла. И ведьмаку тоже. А вы уже тут? Нифигаси вы быстрые. А если бы я пошел вот через телепорт, то у меня бы это заняло примерно час. Наверное, или два. Чтобы сюда телепортиться. Я пришел сюда за пять минут. Я слышу вас. У тебя или знали останешься? Ты за хамокил? Истина закова, что мы не жерли. Что житхам? Вообще херели. Просто не понимает моего статуса в обществе. А, вот и ты. Мне удалось нанять охранников. Отлично. Одним вопросом меньше. Текст. Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Вы много зарабатываете? Вы хорошо зарабатываете на представлении. Между делом. По-разному бывает. Если угадаешь момент, публика едва вмещается на площади. А иногда весь заработок горсть медиков. Разумеется, ты тоже получишь гонорар. В конце концов, сейчас ты часть труппы. Спасибо. Кто сыграет ведьмака? Я даже не знаю, кто же. Один любитель. Я с ним еще не работала. Любитель сраный. Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в труппе недавно. В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. У меня нет актерского таланта. Какой из меня актер? Не знаю, может вы не заметили, но с экспрессией меня слабовато. И это очень к месту. Ты же будешь играть ведьмака, а не княжну. Ты должен появиться на сцене, чтобы Дуду тебя увидел. Ведь ради этого мы пьесу и ставим. Да, конечно, и всем я пусть ведет. Как-то я сперва не подумал, что до этого дойдет. Ничего с тобой не случится. Просто выйдешь на сцену с большим мечом, состроишь грозную мину и произнесешь несколько реплик голосом, как из бочки. Справишься? Окей. Кто княжна? Подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Рисцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Играй ты. Способности и опыт важнее внешности. Мне очень приятно. Я сделаю все, что в моих силах. Кто князь? Кого вы видите в роли князя Доплера? Безопаснее было бы взять Абеляре Ризе. Он в нашей труппе давно. Работает безупречно. Но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Давайте возьмем Максимку. Рискнем и дадим эту роль Максиму. Последнее время у него была светлая полоса. Может быть, он нас не подведет? Окей, погнали. Так, роли мы распределили. Похоже на то. Ну что, готов выйти на подмостки? Погнали. Я просмотрел текст по дороге, просто из интереса. Так что можно начинать хоть сейчас. Тогда не будем терять времени. Идем на сцену. Золотон? Что ты тут делаешь? Я слыхал от присылы, что вы собрались ставить пьесу. И ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя ж такое пропустить. Скажи, тебя оден? Поржать пришел. Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи. Вечером. То есть мы сутки ждали, ладно? Окей. Достойные обыватели священного города Новиграда. Приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Допплера». В ролях «Ведьмак Геральт» в роли самого себя. Катарина в роли королевы. Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит любимиц публики Максим Балье. В роли княжны вы увидите выдающуюся актрису. Королеву сцены Ирэн Ребяр. Вау, тут еще по главам все. Окей, будем смотреть сейчас на представление, ребятки. Вот чего нам не хватало в «Ведьмаке», так это пьеса. Королева. Укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко глотну я слегка. «Ведьмак, по поддержке малю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же голову. Ты у чудища злого. А награду я дам на подушках пуховых». «Избавлять чудовищ, моя жизнь и работа». «Избавлять от чудовищ, моя жизнь и работа». Все-таки публика «Волчане», когда я что-то сказал. «Ведьмак, с ним станут биться». «Ах, только жаль мне дитя. Будет плакать девица. Но не брать же мне монстров-зятья, чтоб срамиться». Глава 2. «Нас призвал сюда повод достойный волненья. На помолвку княжны всяк идет без сомнения». «А про чудовище ни слуху, ни духу». «Может, спрятался он». «Может, спрятался он в кладовой или на крыше? Глава 2. Что это было? Мол, что за говно ты сказал? «Любивая, долго срывали мы наше огненное чувство. С целого месяца! Таим мы сравнис, сирась и тавленья! Огдовольных секретов от тебя! Для комедии подходит. «КUSBAND!» после в покоях я стеру с тебя платье я согласна любимый согласна согласна внимание чин велит молодым чтоб бокалы поднять им или счастье к древним омрачиться проклятием измена и вино а воды серебром мне подали вот таким существом вы меня не видали люди он не князь это топлер принял его облик вот так пара вот так пара княжна и полиморфная особь это монстр о котором тебе я сказала бей его и пусть кровь обогрит эту залу монстр он или нет я люблю его страстно прочь клинки не пугайтесь топлера напрасно он существом был всегда безопасным люди помните делает монстром не облик о воспитании о воспитании бедность пьянство и долги прав ведьмак то подлого слуги наветы меня сбили с пути его злые советы человек ли мой зять или доплер неважно любит дочь моя искренне сердцем отважным мораль истории любой из вас постиг не тот чудовище что-то там не тот чудовище кто с виду многолик ведьмак каждый доплер тебе будет другом а тюремный подвал домом всем подлым слугам стража позовите стражу пусть заберет отсюда этого изменника а и вы слышали что княжна приказала господин мой давайте на сцену закуйте изменников кандалы не бойся все потом жили долго и счастливо скоро доплер с княжной и свадьбу сыграли из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали доплером место в костре сжечь всех на костер да успокойся ты не видишь тут шутки шутят в комедии даже и гуль мог бы князем стать не переживай прогресс на лицо просто американское телевидение почти его зритель и кошка такая мать твою хорошо что я не человек что-то на все что я сказал зрители такие мать твою